Всем привет! Вы на канале Forest Home Knives и меня зовут Игорь. Сегодня по просьбам подписчиков я расскажу вам опять интересную историю и на этот раз она будет о компании Honey Badger. Дело в том, что эти ножи достаточно большую популярность обрели за последние несколько лет. Надо сказать, что появились они практически во времена ковида и стали быстро завоевывать свое положение, благодаря тому, что у них очень даже приличное качество за очень даже низкую цену. И у них практически не было никаких конкурентов и люди стали их приобретать, рассматривать, пользоваться и довольно быстро поняли, что очень приличные ножи это собственно. Но! Многие стали говорить, что да ну, они все китайские, они такие простые, ничего в них особенного. Кто-то стал говорить, нет, это ЮАР, это африканские ножи, видимо и производство у них тоже африканское. И в итоге попросили нас в этом деле разобраться. Я разобрался и вот сейчас рассказываю. На самом деле началось все с одного человека. Зовут его Марк Эйджер. И он достаточно давно в оружейном бизнесе. В частности, в вопросах экспорта продукции ЮАР в различные страны на различных континентах. И представляете, когда я искал информацию, мне даже удалось найти стенографию заседания суда аж от 1995 года, где его имя упоминалось несколько раз, а судили тогда компанию IWI. А более конкретно, это американское подразделение израильского производителя оружия. Суть в том, что компания IWI производила и продавала открытые прицельные приспособления с тритиевыми элементами подсветки. Проще говоря, мушки и целики для различного оружия, в частности пистолетов, очень популярных на западе, таких как Глок, Кольт и так далее. Так вот, сам тритий для производства вот этих светящихся элементов, они обычно покупали у лицензированного поставщика из Канады. То есть там была американская компания, которая привозила из Канады этот тритий, и у них была на это соответствующая лицензия. И у компании IWI была лицензия на работу с этим поставщиком. Но это все не так важно. Важно то, что в 95-м году в Лас-Вегасе на выставке шот-шоу нашей любимой к стенду компании IWI подошел гражданин, который представился как представитель компании Ramrod из ЮАР. И сказал, что как бы он мог бы решить их проблемы с тритием. Ну, короче, это и был, собственно, Марк Эйджер. И он свозил представителей компании IWI к себе в ЮАР и показал им, говорит, вот какой у нас есть крутой завод под названием Lumitech. Фактически это был такой заводик, собственно, собранный из палок и других палок где-то посреди Африки. Принадлежал этот завод и управлялся буквально руководством ЮАР. То есть это было государственное предприятие. И не мудрено, потому что производило всякие ядерные штуки. В частности, радиоактивный вот этот вот светящийся газ тритий и много чего другого. И, в общем-то, его роль как раз заключалась в этой сделке буквально в том, что в компании Lumitech этот заводик не мог там что-то брать и продавать просто так радиацию куда бы то ни было. И он как раз стал посредником, потому что он был исполнителем директором компании Ramrod. Он мог ездить в разные места. И, в общем, Марк Эйджер через Ramrod поставлял тритий на другой континент в США. А поскольку нельзя просто так взять и ввести ящик радиоактивных веществ в США, вообще из другой части мира, вышло следующим образом. Что компания IWI стала что-то мутить с документами, выдавая африканский новый тритий за старый свой канадский. Потому что с канадцами у них лицензия была, и они сделали вид, что это он и есть. Но у них в США есть один очень важный момент. Это комиссия ядерного регулирования США. А это такой очень дотошный и ответственный департамент правительства, который как-то что-то заподозрили. И, в общем, они стали проводить расследования в отношении компании IWI. Из-за того, что тритий достаточно такой важный, достаточно яркий такой элементик в их системе понимания, это радиоактивный изотоп водорода, который много как можно использовать, они прям сильно обратили внимание. Это была прямо очень опасная история. И, к примеру, вот журнал Times за 89-й год. Тут пишут про страшную и ужасную опасную утечку Трития. Вот прям такое внимание было к этому делу. А фактически там просто треснуло смотровое кварцевое стекло, и какая-то часть газа вот этого радиоактивного светящегося вырвалась наружу. Но, как оказалось, там его было, во-первых, ничтожно мало, во-вторых, никто не пострадал, никакой радиации там нигде не распространилось. Правда, там тритий использовался как элемент для производства ядерного оружия. Ну, в общем, это вообще другая история, что-то меня куда-то не туда понесло. Короче, внимание к этому было очень пристальное со стороны правительства. И пассионарный товарищ наш Марк Эйджер действительно приложил руку к тому, что в современных пистолетах, глоках, кольтах, смитвессонах, беретах и на некоторых винтовках существуют открытые прицельные приспособления, которые светятся. В общем, он к этому свою руку приложил, и, ну, в общем-то, я его не осуждаю. Во-первых, это были 90-е, и люди зарабатывали каждый по-своему, как может. А он был достаточно предприимчивым мужичком на тот момент, и, я думаю, остается таковым и сейчас. Дальше я вам расскажу, почему. Будучи исполнительным директором компании Remrod, он работал почти во всей области аутдорных и охотничьих приспособлений, всяческих принадлежностей, ну, в частности, конечно же, в ножах. А поскольку он уже десятки лет занимался мониторингом рынка, как международного, так и внутреннего рынка ЮАР, от его внимания не могло ускользнуть, что в отношении оружия, ну, конкретно корющего лежащего, закон в ЮАР был достаточно простой. То есть, к покупке были допустимы любые ножи, складные, фиксированные, большие, маленькие, хоть копья, хоть мечи и сабли можно было покупать. Ну, ладно, носить там еще были какие-то ограничения, а вот к покупке все было разрешено. И совершенно другой вопрос, что купить по сходной цене гражданам ЮАР, ну, в частности, какой-нибудь житель Кейптауна, не мог себе просто взять и позволить приобрести нож по адекватной цене. Все, что привозилось из-за границы, стоило невероятно дорого для местных зарплат, и в то же время то, что производилось в ЮАР из ножей, ну, не имело по качеству ничего общего с тем, что продавалось на мировом рынке. И вот в 2014 году он, наконец, понял, что ему делать. Используя свои знания и опыт в этой отрасли, а также связи, ну, не мудрено с таким-то бэкграундом, он, в общем-то, запустил в производство линейку ножей, которые, самое главное, были доступны по цене, во-первых. Во-вторых, они были EDC-шными, то есть их можно было использовать буквально на каждый день. В-третьих, у них было хорошее качество, и можно было ориентироваться на производителей из других континентов, в частности, США. Но, конечно, самое основное, чтобы этот нож мог себе позволить любой. Это было важнейшим мероприятием, когда он организовывал это производство. И вот около 10 лет назад в производство пошли 3 типа клинка, 3 цвета рукояти и 3 размера – средний, большой и маленький. Вот и всё. Таким образом получилось, что вышла целая широкая линейка различных ножей, и каждый мог себе позволить выбрать надёжного друга. Ну и, конечно, оставалось выбрать для этого бренда какое-нибудь броское название, которое бы характеризовало эти ножи, что они хоть и невелики в размерах, но очень надёжные и не боятся любой работы, и могут на самом-то деле очень многое. И к Марку Эйджеру в голову пришёл медоед. Именно так переводится название бренда Honey Badger. Если кто не знает, это самый отмороженный парень в саванне. Ну, такой типа Сигма в мире животных. Он небольшой, не больше средней собаки, ходит один, но может спокойно подойти к компании львов, надавать им леща и отобрать у них там тушку оленя, и они ничего не могут ему сделать, потому что у него нож. Шучу, потому что он отбитый, у него длинные когти и острые зубы. Его иногда, конечно, пытаются провоцировать, но по большей части стараются избегать всё-таки всякие стаи гиен, волки, львы и другие хищники. А он не боится никого и идёт на пролом. Он даже попадал в книгу рекордов Гиннесса как самое бесстрашное млекопитающее в мире. А ещё он очень ловкий и умный, и говорят, если ему дать ключи, он начнёт открывать замки. В каком-то смысле ножи Honey Badger тоже наделены этими качествами. Небольшие, дерзкие, не боятся тяжёлых работ, а главное резучие, лёгкие и без лишних понтов. Потому и успешно занимают свою нишу. Ну, прежде всего, благодаря низкой цене. На сегодняшний день ножи Honey Badger выпускаются в шести различных версиях клинков. Это Tanta, это Flipper, ну, что-то вроде такого дроппоинта, очень странно выглядящего. Leaf, листовидная форма клинка, я бы её отнёс всё-таки к Clippoint. Потом у нас Claw, что-то по типу спайдерка, гарпии или Цивиллиан. Варнкливер, тут понятно, что это Варнклиф. Ну, и ещё бывает что-то вроде Opener, там такая открывашка, которая, в принципе, может выполнять, поскольку она на обухе, роль Вейва, как у ножей Эмерсон. Бывает ещё со стропорезом или таким шкуросъёмным крюком в обухе, но почему-то не особо пользуются популярностью, поэтому самое главное, все остальные очень хорошо расходятся. Умножаем 6 типов клинков на 3 варианта стали, а это самая простая нержавейка 8 Chrome, есть ещё для ценителей 14C28N, и такая вполне себе рабочая, достаточно твёрдая D2, и получаем 18 уже разных моделей ножей. А ещё практически все модели ножей выпускаются в размерах M, это средний, как понятно, ну тут как с одеждой L, конечно же, для людей с большой рукой, но некоторые ещё изредка бывают в размере S, совсем маленькие, но у них есть свой особый шар. Ну и, конечно же, различные по цветам накладочки из ФРМ, с очень практичным, и самое главное, стильным рельефом в виде сот, и, конечно же, логотипом в виде самого медоеда посередине. Когда берёшь любое из этих ножей в руку, первое, на что обращаешь внимание, то, что они, ну, практически ничего не весят. И в самом деле, в самом большом варианте ножи весят в районе 110 грамм, в зависимости от модели. Около 85 за среднюю версию, и чуть более 70 грамм весят ножи Honey Badger в размере S. Для сравнения, облегчённый спайдер Котинейшес с лёгкими накладочками из ФРМ весят больше 100 грамм. В медоедах это обеспечивается облегчёнными лайнерами, полностью спрятанными внутрь накладки. Таким образом, материалы используются минимум, вес небольшой, а жёсткость и надёжность достаточно высока. Но пусть ощущения невесомости вас не обманывают. Это действительно рабочие и продуманные до мелочей ножи. Во-первых, пухленькая и удобная, достаточно крупная рукоять. Она широкая и хорошо заполняет ладонь. А это очень важно для рабочих ножей, ведь качество использования действительно зависит от хвата и контроля ножа. А тут прям идеально. Во-вторых, мои любимые насечки. Они присутствуют как на самом клинке, позволяя упираться в обух или в чоэл без проскальзывания, так и на самой рукояти. Причём насечка в меру крупная, чтобы хорошо работало и было качественное сцепление. И в то же время деликатная, чтобы не порвать кожу рук и, главное, карман. Открываются ножи либо за флипер, либо, конечно же, за отверстие в клинке, где, надо сказать, очень хорошо сняты все фасочки с обеих сторон. Да, чувствую, сейчас владельцы ножей спайдерка вышли из чата. Причём обработкой клинка занимается отдельный специалист на линии производства, который следит, чтобы не было заусенцев или острых краёв. Марк Эйджер достаточно умный мужик, надо сказать, и он неспроста сделал так, что все ножи Хани Бейджер имеют одинаковое строение. Во-первых, это упрощает производство, ведь на самом деле гораздо удобнее и проще делать одну деталь, качественную и хорошо, в большом количестве, чем целую кучу разных и каждую контролировать. Это также повлияло и на цену производства. Во-вторых, это упрощает контроль качества и позволяет производить хорошие повторяемые изделия. К слову сказать, несмотря на южноафриканское происхождение бренда, а штаб-квартира находится у них в Кейптауне, ножи Хани Бейджер поставляются на все континенты, и у этого бренда есть дистрибьюторы в Европе, США, России и даже Австралии. При этом производство находится в Китае, и это ещё одна из причин доступности этих ножей для жителей любого континента. При этом качеству никаких вопросов совершенно нет. Механика обеспечивается хорошим подшипником, но если кому интересно, нет, подшипники тут не керамические. А ещё здесь хорошо подогнан детенд, и срывается этот нож, вот я чуть-чуть давлю, и прямо щёлка, и он открывается до самого конца. А это важно. Некоторые производители долго бьются над настройкой механики каждого ножа. У одного экземпляра клинок срывается с детенда слишком рано, и нож не открывается до конца, на другом слишком сильно нужно давить на флиппер, что он аж на пальце отпечатывается. Вот Ханни Бэджер таким не страдает, от слова совсем. Этот вопрос заложен в конструкцию ещё на этапе проектирования, и поэтому сборщикам на заводе достаточно просто собрать нож, и у него будет идеальный детенд, и при этом клинок по центру. Но, конечно, контроль качества всегда проводится с каждой партией. Кстати, на этих кадрах видно, как восстанавливается клипса. Достаточно глубокая, с возможностью установки на любую сторону. При этом, с обратной стороны отверстия для клипса не зияют, а закрыты двумя дополнительными винтиками, которые по факту являются запасными. Ведь иногда бывает, что какой-нибудь винтик раскрутился и потерялся, и бонточка начинает болтаться, и заменить этот винтик совершенно нечем, потому что, как мы знаем, купить точно такой же не получится. Набор запасных, как обычно, оказывается потерян вместе с коробкой много лет назад, ну и так далее. Ну, а тут всегда есть два запасных с собой. Хотя я не слышал, чтобы они откручивались и не должны, тут вот чётко виден синий фиксатор. Кстати, о комплекте. Помимо самого ножа, производитель любезно положил нам макулатуру, то есть брошюрку, стикер с надписью HoneyBanger, ну и, конечно же, Г-образный ключ с двумя тораксами, чтобы вы могли свободно свой нож разобрать, починить, в общем, какой-нибудь сервис провести, а то и даже кастомизировать. Кстати говоря, сам производитель отдельно продаёт цветные накладки и бэкспейсеры из ФРН и G10, если хочется придать своему ножу какой-то уникальности. Но бренд оброс таким количеством фанатов, что некоторые предлагают яркие накладочки от сторонних производителей. Но это всё фигня. Я попользовался таким ножом у себя в мастерской. И, надо сказать, режет он просто бомбически. Вот сценарий прямо вот в лапшу просто превращает. Это что-то с чем-то. Надо сказать, ещё он очень удобный, действительно пухленькая рукоять. Насечки всё, как я люблю. Открывается прекрасно и закрывается тоже. Щёлкает, когда нужно. В общем, у меня такое есть, своим друзьям я тоже некоторым купил и подарил. Но всё-таки надо понимать, что это резак, это не ломик, как я люблю. И боковые нагрузки, конечно, тут можно некоторые давать, но всё-таки не борщить. Не надо им поднимать железные люки, там двери тяжёлые и так далее. Это резак, им нужно резать, и с этой задачей он справляется очень хорошо. А ещё это отличный нож на EDC. Хороший клипс, на кармане он у меня висит, места особо много не занимает. Хотя, конечно, в кармане чувствуется. Самое главное, веса в нём, никакого нет, его можно спокойно брать с собой в работу и давать ему различные задачи. А он, как настоящий медоед, от работы не отвертится. В общем, в ножах Хани Бейджер действительно совмещено всё, что нужно. Ну, начиная с того, что основатель компании Марк Эйджер, это не просто дизайнер, который создал эти прекрасные ножи. Это человек, который действительно понимает, что делает. Ну, начиная с вопроса требования к ножу от него самого, потому что он сам этими ножами пользуется, так и, конечно же, в вопросах спроса со стороны посетителей, чего люди, в частности мы с вами, хотят получить от ножей. А также, надо сказать, он неплохо умеет в организацию производства и распространение своих идей на другие континенты. Вы только вдумайтесь, идея этих ножей родилась в ЮАР. Распространяется она в США, здесь в России люди ими пользуются, и эти ножи очень даже популярны в Новой Зеландии, в Австралии. Так что, можно смело сказать, что медоед это не просто бренд ножей очередной. Это идея. Идея, в той или иной мере, доступная каждому. А поскольку этот бренд ножей уже давно имеется в нашем ассортименте и представлен всегда был достаточно широко, я думаю, что многие зрители и подписчики канала Форест Хоум имеют своего медоеда на кармане. Может, DLC покрытие, может, сатиновые, в разных сталях. Ну, в общем-то, я к чему. Напишите, пожалуйста, владельце Хани Гэджеров в комментарии свои впечатления от владения этими ножами. Нравятся ли они вам и почему. Ну, и, конечно же, не забывайте, что не все ножи можно открывать за отверстие. В некоторых есть просто небольшой пропил, как, например, в этом Petrified Fish Виктор. Нож, который вам может достаться совершенно бесплатно, достаточно его просто выиграть в нашем розыгрыше, который проводится в нашем Телеграм-канале. Ссылку на который мы оставим в описании к этому видео. И также не забывайте, что у нас три канала на Ютубе, группа ВКонтакте, телега с розыгрышами, а также скидки на очень многие вещи. Скидки конкретно на Хани Бейджер я думаю, вы найдете по ссылке в описании к этому видео. Проходите, получайте свои скидки. Я с вами прощаюсь. У меня на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Меня зовут Игорь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok